20 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев посетили штаб-квартиру партии, где провели видеоконференцию с участниками предварительного голосования из всех регионов страны. Во время встречи, в которой принимали участие и зарегистрированные кандидаты предварительного голосования из Подмосковья, обсуждались особенности реализации этой политической инициативы, впервые применяемой при проведении выборов в Государственную Думу. За первые три месяца 2016 года пассажиры Подмосковья благодаря «Стрелке» сэкономили более 75 миллионов рублей. Всего за время реализации проекта «Стрелка» размер экономии на проезд составил более 200 миллионов рублей. Приобрести единую транспортную карту «Стрелка» можно в кассах и транспортных средствах МОСТ «Рансавто», пригородных ЖД-кассах, салонах связи «Евросеть», отделениях Почты России Московской области и в МФЦ. В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который ежегодно отмечается в мире 5 мая, члены районного общества инвалидов обсудили волнующие их вопросы с певицей, общественным деятелем Илоной Броневицкой. Первая и самая главная проблема – это создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в канун Дня Победы ветераны обсудили вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, организацией досуга людей старшего поколения. 16 апреля в Видновской школе номер 7 состоялось открытое первенство Ленинского района по настольному теннису и соревнования по настольному теннису в рамках 11 района Спартакиада городских и сельских поселений. В Спартакиаде приняли участие команды из всех поселений района, всего 90 спортсменов самых различных возрастов. Победительна стала сборная команды городского поселения Видное, вторая – сельское поселение совхоз имени Ленина. Бронза досталась спортсменам из сельского поселения Развилковское. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова